МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Борьба с коррупцией, реформа судебной и правоохранительной системы, решение жилищных вопросов. Касымжум Артукаев обозначил приоритетные задачи на посту президента. Первое, на что акцентировал внимание избранный глава государства, это повышение доходов населения. В ближайшее время на расширенном заседании правительства будут определены конкретные направления развития. Также до 1 сентября, по заявлению президента, будет разработан пакет поправок по коррупции для более системной работы в этом вопросе. Одновременно ужесточится система отбора судей и кандидатов на должности. Служители Фемиды должны стать последней инстанцией на справедливость, добавил Тукаев. Создание новых рабочих мест, решение жилищных вопросов, социальная политика. Все это также в списке первоочередных дел. Планирую конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся. Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику. В-третьих, буду поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать средний класс. Кроме того, Касамжумар Тукаев заявил, что на посту президента уделит особое внимание развитию регионов. По его словам, все задачи должны решаться на местном уровне. Говорил глава государства также о возможной поддержке молодежи. Их бизнес-идеи, стартапы будут и дальше поддерживаться правительством. Что касается внешней политики, Казахстан будет твердо продвигать свои национальные интересы на мировой арене. Сегодня мир вступил в эпоху стремительных перемен. Меняются технологии, экономика и социальный порядок. Меняется мировоззрение людей, особенно молодежи. Перед Казахстаном встают новые вызовы и угрозы. Многие годы, занимаясь международной политикой, я ощущаю наступление новой эпохи. Торговые войны, напряжение в международных отношениях, слом прежних механизмов безопасности, рост региональных конфликтов – все это новая геополитическая реальность. В предстоящие несколько лет будет решен главный вопрос современности. Какие страны сумеют встроиться в прогресс, а кто окажется на обочине мирового развития. Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции теперь будет только агентством по делам государственной службы. Соответствующий указ подписал глава государства Касымжимар Тукаев. Ведомство будет курировать работу в сфере госслужбы и контролировать качество оказания госуслуг. Национальное бюро по противодействию коррупции получило статус агентства, непосредственно подотчетное президенту страны. На антикоррупционную службу возложены функции по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных уголовных правонарушений. Указ вводится в действие со дня его подписания. Указом главы государства назначен новый министр образования и науки. Ведомство возглавит экс-заместитель Акима Карагандинской области Асхат Имагамбетов. Коллегам его сегодня представил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Предыдущий руководитель министерства Куляша Мшеддинова освобождена от должности. Сегодня же Касымжумар Тукаев назначил и нового начальника службы государственной охраны Республики Казахстан. Эти обязанности президент возложил на Ануара Садыкулова. Назначен новый Аким столицы. Распоряжением президента страны Касымжумар Тукаева этот пост возглавил Алтай Кульгинов. Ранее он работал Акимом Западно-Казахстанской области. Представители общенациональной коалиции демократических сил обратились к казахстанцам. Они призвали граждан объединиться и поддержать программу избранного президента страны. Отмечу, в коалиции Казахстан-2050 входят руководители политических партий, представители общественных объединений и неправительственных организаций. Участники призвали к сохранению мира, стабильности и конструктивному диалогу ради дальнейшего процветания страны. Все вместе мы могли бы активно поработать над ключевыми задачами, которые обозначил президент страны вчера на церемонии инаугурации. В частности, он отметил такие направления совместной работы, как повышение доходов населения, активизация борьбы с коррупцией, реформа судебной и правоохранительной систем, создание новых рабочих мест, решение жилищного вопроса для миллионов казахстанцев, реализация справедливой социальной политики, формирование новых подходов в региональной политике государства, продолжение модернизации общественного сознания, продолжение ответственной внешней политики и всесторонняя поддержка молодежи. Чтобы государство было конкурентоспособным, необходима взаимная вера общества и власти, консолидация вокруг общих целей. Вице-президент Международного общества Хазахталя по северо-восточному региону Урал-Шарибай возлагает на это большие надежды. По мнению эксперта, создание Национального совета общественного доверия позволит решить социальные и другие важные для государства вопросы. Сохранение стабильности и общественного согласия наша главная обязанность, считает известный деятель. Нам очень нравится идея создания Национального совета общественного доверия. Только при единстве власти и общества мы можем стать сильным государством. Должно быть доверие друг к другу. Общество должно доверить властям, власти должны верить обществу. Поэтому мы продолжаем вести стратегическую политику Ельбасы, а Касым Жумарт Кемелевич определил конкретные направления для нашего будущего. Принцип, озвученный президентом Касым Жумартом Тукаевым, сильный регион и сильный Казахстан задаст новый импульс развитию страны, отмечают жители города Каспия. Уже сейчас местные исполнительные органы проводят встречи с населением в формате открытого диалога, обсуждают перспективы и проблемы развития сел. По словам директора областного филиала Академии госуправления Айгуль Демеовой, как на развитие системы самоуправления, так и на разрешение насущных проблем жителей региона благополучно сказывается обучение государственных служащих. Ведь квалифицированный специалист всегда готов помочь. В своей речи президент Касым Жумарт Кемелевич особо подчеркнул, что работа будет вестись открыто, транспарентно и честно. Главной задачей он обозначил служить народу законно и честно. Конечно, отдельно ипанирует задача по развитию регионов, по принципу сильный регион, сильный Казахстан, где на местном уровне будут решаться конкретные задачи, волнующие казахстанцев, где население будет принимать активное участие в решении накопившихся проблем в регионе, чтобы в конечном результате укрепить систему самоуправления в регионах. Неизменность политического курса, о которой говорил президент Укаев, позволит и дальше проводить в Казахстане экономические и социальные реформы, так считают представители кустанайской интеллигенции. Они уверены, что граждане смогли получить ответы на многие вопросы, которые их волнуют. Казахстанцы могут быть твердо уверены в том, что будет обеспечен последовательный курс на развитие нашей страны и, безусловно, он будет обеспечен благодаря усилиям не только главы нашего государства, но и оказания практической помощи в его нововведениях, которые он намерен вводить в стране. Повышение активности, формирование кадрового резерва, увеличение доли молодежи в государственных и бизнес-структурах. Президент страны Касамжума Артукаев призвал молодых казахстанцев создавать собственную историю успеха. Глава государства отметил, в год молодежи для этого будут созданы все условия. К примеру, в Приоралии с начала года ввели в строй 19 социальных объектов для молодежи. Один из них – ресурсный центр. Сейчас здесь приступили к реализации 12 проектов в числе наиболее масштабных отбор бизнес-стартапов. Лучший получит финансовую поддержку. Денежные гранты в размере 500 тысяч тенге. Президент Касымжума Артукаев заверил, что будет оказывать молодежи всяческую поддержку. Радует, что будут работать молодежные программы по трудоустройству и развитию бизнеса. К примеру, в этом году в регионе начата реализация 44 социальных молодежных проектов. На поддержку, инициатив и исполнение государственной молодежной политики из областного бюджета выделено свыше 500 миллионов тенге. Национальный совет общественного доверия, о котором говорила в своей речи президент страны, должен стать своеобразной диалоговой площадкой между властью и народом и способствовать решению многих социальных проблем. Такое мнение высказал член Ассамблеи народа Казахстана, главный редактор областной газеты «Огни Алатау» отца Али Медигов. По его словам, совет не только поможет в разработке законов и государственных программ, но и в их качественном исполнении. Мы верим, что это общественный совет, он согласен, он по-настоящему зарублен. Тогда это будет хорошая площадка для диалога между властью и народом. То есть своеобразный такой вот мост. Во-первых, необходимо создать социально-экономические условия для развития нашей страны. Обеспечить жильем, работой, развивать малый и средний бизнес, повышать производительность труда, создавать индустриальные зоны, обеспечить дружбу между народами, мир и спокойствие. Вот это главное. Приоритеты работы, обозначенные казахстанским лидером, обсуждают и в Армении. В частности, экс-посол этой страны в Казахстане подметил такую общность целей, как социальный контекст. Он подчеркивает конструктивность и многонаправленность задач, которые должен выполнить Казахстан. Поздравляю казахстанский народ с блестяще проведенными внеочередными выборами, с избранием второго президента государства, с которым я был лично знаком. В лице Касымжо Марта Тукаева казахстанский народ имеет ярко выраженного лидера. В современном мире все больше и больше лидеров государств отказываются от вот этих игр с цифрами макроэкономическими. И мне очень импонировало, я тоже следил за всеми этими событиями с инаугурацией, что он точку попал, когда сказал, что главное не цифры экономического развития, главное, что это экономическое развитие дошло в каждую семью, каждому гражданину. Мы в Армении тоже так думаем. Желаю дружественному казахстанскому народу процветания, удачи. 21 век, век Казахстана и Армении, век нашей вечной дружбы. Мы всегда радуемся успехам наших друзей. С избранием Касымжа Марта Тукаева на пост президента Республики Казахстан поздравляют и в США. Слова пожелания высказал старший научный сотрудник Атлантического совета Дэвид Меркель. Он уверен, что с новым главой страна продолжит добиваться успехов. Мы встречались ранее, когда господин Тукаев был министром иностранных дел и спикером Сената. И я думаю, что в скором времени мы встретимся с Тукаевым уже в новом статусе – президент Республики Казахстан. За эти годы независимости страна достигла больших успехов. Сейчас казахстанцы имеют стабильность и достаток. В дальнейшем вас ждет светлое будущее. Я желаю всему народу Казахстана процветания и благополучия. Продолжаем выпуск. Почти тысячу человек привлекли к административной ответственности за незаконные митинги в Алматы и Нур-Султане. Об этом на брифинге сообщил начальник службы по защите общественных интересов и генеральной прокуратуры Сапарбек Нур-Пейсов. По его словам, 115 лицам выписаны штрафы, 172 человека получили предупреждения, еще 670 арестованы. При этом часть из них уже освобождены. Напомню, несанкционированные митинги в Казахстане прошли 9 и 10 июня. В первый день акции в правоохранительные органы были доставлены около 500 человек. Также пострадали трое полицейских. Генеральная прокуратура неоднократно разъяснена недопустимость организации участия в незаконных митингах. Но поддавшись на провокации в столице и других крупных городах, отдельные лица все же вышли на акции протеста. По отбыту срока ареста сегодня выйдут еще 63 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180. Их сроки от 6 до 15 суток. По городу Нур-Султан 180, Алмата 100. В Нур-Султане провели сложнейшую операцию мальчику, который после неудачного массажа впал в кому на полтора года. По словам столичных нейрохирургов, операция такого рода еще никем не проводилась и стала первой во всем мире. Все подробности у Сабины Балашкиной. Тяжелая спинномозговая травма и множественные переломы шейного позвонка. Это результаты массажа, который Карим Танибергенов получил в 7-месячном возрасте на приеме у частного мануального терапевта. Полтора года мальчик пролежал в коме в Павлодарской больнице. Из-за тяжелого состояния транспортировать в столицу его не удавалось. Его только на прошлой неделе ребенка привезли в Нур-Султан. Здесь его прооперировали врачи Национального центра нейрохирургии. Операция длилась около 4-х часов и, по словам медиков, прошла успешно. Эта операция проводилась впервые в мире, потому что у детей двух лет такие операции мы не нашли в литературных данных. В данном случае мы применили другую методику. Мы поставили специальные фиксаторы в затылочную кость мыши лкири во второй шейный позвонок. И, в принципе, зафиксировали, что позволит, то есть сделали малую фиксацию только того места, которое было поражено, собрали все кости. Сейчас в отношении мануального терапевта ведется следствие. Тем временем медики напоминают, что без специального направления врача обращаться к услугам мануальных терапевтов нежелательно. Также важно помнить, чаще всего такие специалисты работают со взрослыми и только в исключительных случаях принимают детей. В некоторых случаях могут направить именно к мануальному терапевту ребенка, если у него есть смещение позвоночника какого-либо отдела шейного, поясничного, грудного отдела, допустим, где простой массажист, к сожалению, не справится с этим. Здесь нужно будет вставить сам позвонок и доработать уже можно и массажиками после. Но если не требуется никаких вмешательств именно от мануального терапевта, он перенаправляет его к массажисту для дальнейшего осмотра. Прежде чем начать лечение, мануальный терапевт, как правило, назначает дополнительное обследование. Говорит Ербулат Налин. Как специалист в этой области, он уверяет, что без этого ни один врач не приступит к работе. В первую очередь специалист назначит дополнительное обследование в виде как МРТ, КТ, компьютерная томография, рентген или хотя бы УЗИ. А уже специалист, естественно, ему без разницы. Вот вы пришли, обратились, он вам говорит, давайте я вам хрустну, вставлю, положил, хрустну, оттуда уже начались проблемы. Вдруг у него там грыжа со смещением какая-то и так далее, так далее. Оттуда уже и вытекают, естественно, последствия. И вот таким вот образом можно выявлять шарлатанов. Даже обычный развивающий или тонизирующий массаж дело рук того же самого узкопрофильного специалиста, который имеет медицинское образование. По словам директора детского центра, наличие одного сертификата не гарант того, что ребенка обслуживает профессионал. Сейчас очень много так называемых лже-массажистов, которые, окончив двухнедельный курс в образовательном центре, приходят домой, делают массаж. Родители не смотрят, видят просто сертификат и считают, что этого достаточно. На самом деле часто бывает, что люди не имеют медицинского образования. А это говорит о том, что они не знают тонкости анатомии, физиологии и особенностей детского организма. Вот это вот тоже нужно иметь в виду. Сфера услуг для детей – бизнес выгодный. Оттого в нем появляются новые методы профилактики и лечения. Вот так, например, с новорожденным занимаются динамической гимнастикой. Младенцу выкручивают руки, ноги, подтягивают за шею. Динамическая гимнастика, это называется, я отношусь отрицательно. Потому что, опять-таки, ребенок индивидуальный, у него суставы очень такие хрупкие, ломкие. И сделав буквально неправильно чуть-чуть какое-то движение, можно… это чревато последствиями. Родительные врачи настоятельно рекомендуют, не стесняясь требовать документы у людей, представляющих себя массажистами и мануальными терапевтами. Важно обращать внимание на опыт работы специалиста и, конечно же, наличие у него высшего медицинского образования. Сабина Балашкина, Аяду Симбаев, Хабар-24. На этом пока все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова